Всем тыквенный привет, с вами Dream и в сегодняшнем видео осе мы с вами поговорим про мега халяву, которую нам завезут уже завтра. Да, ребят, сегодня в игру добавили календарик, где мы с вами вместе можем увидеть события, которые нас ожидают на следующей неделе, да даже следующей неделе три где-то, да. Но все, что самое интересное событие, ребят, указано, что начнутся с завтрашнего дня. Причем даты написаны по-разному. В общем, давайте вместе разбираться, но перед этим, по старой доброй традиции, хочу всех вас поблагодарить за вашу поддержку. Ребят, спасибо огромное за лайки, спасибо за комментарии, вы крутые, спасибо за вашу подписку. Мы с вами движемся уверенно к цели в 333 тысячи 333 подписчика, вы просто мега крутые, спасибо вам за все. Спасибо, конечно же, за приятные комментарии и за вашу именно, ну, вообще поддержку. Я стараюсь, как видите, делать информативные видосы, чтобы вы были в курсе всех новых событий, халяв, утечек и так далее, поэтому просто нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новый видос и желаю всем приятного просмотра. Ну и да, конечно, конечно, напоминаю в сотый раз, ребят, на канале проходит розыгрыш 10 Ройал Пассов. Для участия вам нужно выполнить простые условия, подписка, лайк, комментарий, все вы найдете в закрепленном видосе именно в описании. Вот первый видосик, переходите, там есть все условия, выполняете их и участвуйте в розыгрыше, потому что розыгрыш я запустил несколько дней назад. В общем, всем желаю удачи, ну и погнали разбираться вместе, что же за события нас ожидают из коллаборации с Егором Кридом. Я думаю, что на этом, вот на этом, да, где у нас тут это событие с Егором Кридом, я думаю, что на этом все закончится. Но, я помню, что в утечках был вот этот вот костюмчик, который надет на нем, вы видите его, да? Ну и, в принципе, у нас есть еще кейсик, в котором ничего не понятно, что есть, да? И многие ребята просили открыть, посмотреть, что там, потому что многим падают фрагменты, но смысл, если мне тоже упадут просто фрагменты. Ну, я имею в виду фрагменты кейсов. Поэтому давайте лучше смотреть здесь, потому что здесь намного лучше видно, что нам может упасть и что мы вообще можем отсюда забрать. Во-первых, мы видим сегодняшнее событие, да, которое вышло у нас 24-го числа, как вы видите, да? Да, данное событие будет доступно до 1-го, у нас получается, а, до 10-го января, сорян, ребятки. В принципе, очень долго, непонятно, зачем так долго, если матчи можно сыграть очень быстренько. Но, нас интересуют следующие дни. Давайте посмотрим дальше. Смотрите, у нас сейчас сегодня 24-е, да? Указано, что 24-го числа начнется событие. Вот это вот событие, где можно получить патч голосовой, да, и вот эти награды за популярность. Окей, идем дальше. Следующее событие называется награды Егора Крида. Круто, да? Награды Егора Крида. Окей, указано, что у нас начнется данное событие 26-го ноября до 12-го декабря. Но, но, почему-то они максимально странные здесь именно установлены, вот эти вот события. Потому что, смотрите, все установлены на, как я понял, 26-е число, да? Ну, потому что сегодня 24-е, а здесь именно указано 23-е. В общем, я не знаю, как они это делали. Не важно, указано, что на 26-е, да? Но ниже, если мы посмотрим, есть событие, где написано 24-е, но оно тоже 26-го. Еще ниже есть другое событие, где указано 25-е, но оно тоже 26-го. Поэтому непонятно, ребят. Видно, что делали в спешке вот этот вот календарик. Но давайте разбираться. В общем, награды Егора Крида, я так предполагаю, это будут, конечно же, какие-то события, где нужно будет выполнять миссии. У вас будет возможность выиграть айфон, как у нас, в принципе, сейчас есть такое событие. Вроде бы оно было, если оно не закончилось. Где мы с вами крутили там... А, оно закончилось. Окей. Крутили там рулеточку, если вы помните, да, каждый день за выполнение миссии. И можно было там себе выбить разные скинчики, а также телефон. Я, кстати, видел, как парнишка выиграл телефон. Я думаю, такая же тематика будет здесь. То есть, выполняем миссии, тебе дают шансы, ты крутишь рулетку и выбиваешь себе или вот этот костюмчик, который был в утечках, я вам его показывал, или вот этот айфончик. Ну, в принципе, я думаю, такая будет тематика. Идем дальше. Вот здесь интересно. Сфотографируйся с Егором. Как сфотографируется с Егором? Без понятия, если честно. Я думаю, что будет какое-то внутриигровое событие снова же. Ну, не будут же разрабы отправлять игроков, чтобы они гонялись за Егором, да, и фоткались с ним. Так вот, будет какое-то внутриигровое событие, где можно будет, во-первых, выиграть толстовку. Это, конечно же, как вы понимаете, будет региональное событие, да. Толстовку именно от самого Егора Крида. Я думаю, это достаточно годная вещь. Почему нет? Лишнее оно точно не будет. Также здесь есть еще скинчик на парашют, еще что-то дополнительное. То есть, снова же будет событие, где, ребят, надо будет выполнять миссии, и у вас будет шанс выиграть именно какие-то из наград. В принципе, тематика, чтобы вы понимали, очень похожа на коллаборацию с Алланом Уокером. Если вы помните, также нам завозили нас опоздание, какие-то там события появлялись. Также появилась фоновая музыка у нас, когда была коллаба с Алланом Уокером, да. И здесь указано, что она уже должна быть, то есть, 24-го числа, но я что-то не вижу здесь нигде фоновой музыки. Она у нас здесь вот в правом углу должна быть, вот тут, да. Но я что-то здесь ничего не вижу. Вижу сообщения разные, и все. То есть, пока что фоновую музыку не завезли. Может быть, она тут доступна, не знаю. Давайте вместе посмотрим. Нет, я ничего тут не вижу. Если вдруг у вас есть эта фоновая музыка, напишите в комментариях. Но пока что у меня ее нету. Возможно, повторюсь, они просто второпясенно все это писали, и какие-то козички у них тут появились, не знаю. Но указано, что 24-го, а в календаре самому указано, что 26-го. Может из-за этого, дату просто перепутали. Бывает. Окей, идем дальше. Местный магазин в игре. И здесь нас ожидает 100%, ребят, прям 100% нас ожидает кейс. Этот кейс был в утечках очень давно. Там был и этот парашютик, который вы видите, и костюмчик, и там еще несколько вещей. В принципе, ну, более-менее средненький сет. Конечно, не алломуокер, но, в принципе, тоже очень даже неплохой. Если вам нравятся такие тона. Более-менее нормальный, то есть, если вам интересно, вы сможете выбить... Ну, в принципе, он даже здесь указан. Вот видите, скинчик, да, парашютик. Вы их все видите, поэтому, если вдруг вы захотите себе один из этих скинов, здесь, как ни крути, нужно будет задонатить. Ну, это по-любому. Без доната здесь, ребятки, никак. И почему я вообще решил сделать этот видос? Ну, потому что так вы и сами могли более-менее разобраться, что к чему здесь, да? Но вот меня заинтересовало больше всего последнее событие. Награды из почты. И здесь у нас указаны кристаллики. И здесь указано, что с 25-го числа, то есть с завтрашнего дня. Но в календаре снова же на 26-е стоит. Я не знаю. В общем, смотрите, у нас будут 3 дня какое-то событие, награды из почты, связанные с кристаллами. Мне подписчик, который помогал, кстати, с вот этой вот рамочкой, которую вы видите, ребятки, да? Вот эта рамочка в видосе. Спасибо ему огромное еще раз. Скинул скринчик, и даже видосик, я сейчас стараюсь сюда его прикрепить, что ему пришло на почту письмо. Вот оно, ребят, вот это вот письмо, вот оно, вы его видите прямо сейчас. То есть это не монтаж какой-то, вот оно письмо, где написано, что все красные кристаллы будут переработаны и заменены на синие кристаллы. Вот такое вот письмо. Ему, кстати, дважды это письмо приходило, замена красного кристалла. Так и написано, как вы видите. А у нас, как вы знаете, в магазине именно красные кристаллы. Мы с вами можем тратить там на разные вещички вот эти вот магазины, которые вы хотите себе приобрести. К примеру, вот я себе приобрел вот этот вот костюмчик. Поэтому не знаю, возможно, это как-то связано с коллабой. Возможно, нет, потому что на многих регионах сейчас вот этот вот магазинчик поменяли, и везде разные кристаллы. То есть везде разные скины. Я делал видос, если вы помните, там на регионе Индия там скин на дачу можно себе приобрести, да? На арабском регионе там костюмчик с косичками, прическа какая-то еще. В общем, разные скины на разных регионах с разными кристаллами. Поэтому, возможно, это как-то будет связано именно с нашими вот этими кристаллами. И здесь именно что-то добавят именно из коллаба с Егором Кридом. А, возможно, так и останется. Потому что, помимо этого, у нас, если вы знаете, есть вот такое вот событие. Сейчас, две секунды, мы с вами его найдем. Которое именно за донат, да? Вот оно, вот это вот событие. Почему-то нас перекинуло. Не понял. А, вот. И здесь у нас, ребят, как вы знаете, указано, что уже очень скоро, именно через 4 дня, завезут снова же вот это вот событие, где мы с вами покупали скин, да, на оружие с 300 УЦ-шек, и нам возвращали обратно 300 УЦ-шек, и еще сверху кристаллики. Поэтому, возможно, с этим как-то связано. Потому что, ну, по датам почти совпадает. Поэтому ничего утверждать не буду. Я вам просто показываю всю информацию, которая у меня есть на данный момент. Выводы делайте вы, да? Пишите их в комментарии. Вы видите, что я читаю ваши комменты, ребят. Поэтому пишите в комментах, как вы думаете, что же нас все-таки ожидает. Что это будет за посылка на почте, связанная с кристаллами. Меня они прям очень заинтриговали этим, если честно. Ну, потому что кристаллики годная вещь, и ею можно заполучить неплохие скины. Эксклюзивные, что самое главное. И их можно заполучить только за УЦ-шки. Поэтому, если их как-то будут выдавать дополнительно, это будет очень даже круто. Ну, а так, в принципе, и другие остальные награды, почему нет, для коллабы очень даже неплохие. В общем, жду ваше мнение в комментах, ребят. На этом, в принципе, видос заканчивается. Это все, что я хотел вам рассказать на данный момент. Если он вам понравился и было интересно, обязательно поддержите его своим царским лайком. Также не забывайте подписываться. Не забывайте участвовать в розыгрыше. Ну, и посмотрите утренний видос, потому что там тоже много полезной информации. На этом я с вами прощаюсь. С вами был Dream. Всем топ-1.